Активно растет в Иркутской области количество бизнес-проектов, которые ориентированы на сохранение экологии региона. Во многом этому способствует специальная школа предпринимательства. Где она работает и кто в ней учится, расскажем прямо сейчас. Это коллекция из дерева, ручной работы с байкальскими камнями. С первого взгляда и не скажешь, что все эти украшения сделаны из древесных отходов. Но именно этот материал для своих работ использует иркутская художница Елизавета Ощепкова. Экологичность для мастера также важна, как и красота. Поэтому все нужное для своих изделий находит на дерево перерабатывающих предприятиях, а порой и на улице. Я даю им вторую жизнь, превращаю вот эти вот брусочки, никому не нужное, в нечто прекрасное, удивительное. Это исключительно экологический вид бизнеса. Но и такой бизнес необходимо развивать, чтобы был финансовый выхлоп. Нужные знания дают школе экологического предпринимательства. В Иркутской области она работает уже пять лет. Запустить ее придумали в фонде возрождения земли Сибирской. А реализовать проект помогла компания N Plus Group. Сейчас это уже традиция – собирать слушателей в Байкальске несколько раз в год. На этот раз приехало 33 молодых предпринимателя. Есть гости даже из Томской области. Четыре дня они слушали лекции экспертов по ведению экобизнеса. Главная цель – объяснить, как хорошую идею сделать успешным проектом. И по деньгам, и для природы. Нам важно, чтобы эти проекты могли быть реализованы вот здесь, возле Байкала, чтобы они не принесли ущерба для природы и, может быть, даже улучшили природу. Свои идеи по улучшению экологической ситуации все участники школы в итоге презентовали экспертному совету. За пять минут каждый участник должен был убедить опытных бизнесменов, что его проект имеет право на жизнь. Сейчас многие из наших экспертов, которые до этого не были подвержены экологичности, они начинают разворачивать в том числе свой бизнес в эту сторону, понимая, что да, это классно, это здорово, я могу одновременно и деньги зарабатывать, и что-то хорошее для природы делать. Сделать за время работы школы удалось уже много. Запущено в работу больше 20 эко-проектов. Один из последних посвящен борьбе с опасной для Байкала водорослей с пирогирой. Из нее уже делают декоративную бумагу и удобрения. И это только начало. Организаторы школы экологического предпринимательства уверены, сибиряки еще не раз удивят идеями, которые будут выгодны и людям, и природе. Павел Желудев, Владимир Пинаев. Новости по будням.